Здравствуйте! Меня зовут Евгений Масеев, я врач-психотерапевт, и сегодня, как я и обещал, я расскажу об одном из методов самопомощи при обсессивно-компульсивном расстройстве, ОКР. В своем предыдущем видео на эту тему я говорил, что это достаточно устойчивое к терапии расстройство, и методов самопомощи очень мало. Но этот метод работает в большинстве случаев. ОКР это достаточно распространенное расстройство, которое проявляется появлением навязчивых мыслей неприятного содержания. Например, страх загрязнения или страх заражения, и следующими за ними навязчивыми действиями. Предположим, человек, который боится загрязнения, подолгу, насильственно моет руки, используется гигиеническими салфетками, либо старается избегать ситуации, когда он может быть загрязнен. Выполняя насильственные действия, тревога от возникновения насильственных мыслей снижается, но неудовлетворенность тем, что человек это делает, остается. Противостояние навязчивым действиям всегда усиливает тревогу. Суть этого упражнения в том, чтобы бороться не с навязчивыми действиями, а с навязчивыми мыслями, которые к этим действиям приводят. Так, если у человека есть какая-то пугающая ситуация, ему необходимо ее представить и поместить себя в эту пугающую ситуацию, конечно, чтобы она была безопасна. Вот пример таких действий. Если человек боится заражения, то ему необходимо, соблюдая правила безопасности, пойти, например, в инфекционную больницу. Либо он может зайти на какой-то сайт, посвященный инфекционным заболеваниям. Суть этого упражнения в том, что необходимо идти навстречу страху. Как это работает? В наших фантазиях все обычно кажется страшнее, чем оно есть на самом деле. Кроме того, навязчивые мысли появляются спонтанно. Вслед за этим возникает тревога, которая связана с тем, что эти мысли не контролируются. А те действия, о которых я говорил, то есть пойти в инфекционную больницу или как-то прикоснуться к этой теме в реальной жизни, они контролируются нами и поэтому вызывают меньше тревоги или не вызывают ее вовсе. Единственным противопоказанием для использования этого метода может быть действительно высокий уровень тревоги у человека. В такой ситуации этот метод не работает. Если же уровень тревоги нормальный и человек может контролировать эту тревогу, то таким образом он может парадоксальным способом избавиться от навязчивых мыслей. Другими словами, вам нужно сделать то, чего вы на самом деле боитесь. Только приблизившись к страху, вы позволите ему разрушиться. Чем больше подавления или избегающего поведения, тем сильнее становится обсессия. Я вам хочу сказать, как я уже записывал в предыдущем своем видео, что ОКР это расстройство, которое достаточно устойчиво к терапии и самолечением заниматься достаточно малоэффективно. Вы можете попробовать этот метод, о котором я сказал, но если вы почувствуете, что эффекта нет, я рекомендую обратиться за помощью к специалисту. Если у вас возникли вопросы по этой теме или по каким-то другим темам, пожалуйста, пишите в комментариях. Я уделю внимание каждому комментарию. Ну а на этом мы будем прощаться. Берегите себя и своих близких. До встречи в следующих выпусках.